Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мерились силой правоохранителей и бывшие бойцы роты Торнадо в Абалонском суде, где должны были рассматривать дело их сослуживцев. Чем закончился этот конфликт, узнаем у Елены Зориной. Сука! 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 На себя! На себя! На себя! На себя! Коридор Абалонского суда столицы. Правоохранители нынешние против бывших спецназовцев МВД роты Торнадо и активистов. Сегодня здесь должны судить их комбата и 8 сослуживцев. Но на заседание не пускают ни родственников, ни журналистов. Бывшие Торнадовцы решают брать зал штурмом. Решение о том, что заседание будет закрытым, суд принял 30 декабря. На этом настаивало обвинение. Мы просили просто 10 минут допустить прессу задержанным. Мы должны были увидеть своих парней. Пока судебное заседание не открылось, даже жену отказались допускать. Оснований для закрытых слушаний считают прокуроры достаточно. Адвокаты настаивают, все это сделано специально. Доказательств вины их подзащитных нет. Если бы, к примеру, ребята бы чувствовали за собой вину, если бы они знали, что есть доказательства их вины, они бы разве сейчас заявляли такие вот протесты? Судовый розгляд будет в закрытом заседании. Для этого есть достаточно законных подставок. Справа, которая будет расследоваться, имеет отдельные эпизоды, связанные с действием злочину против статевой свободы, статевой недоторганности. Из-за блокады в зал попали только обвиняемые, адвокаты и прокуроры. На несколько часов они оказались под замком. И один из бывших торнадовцев не выдержал. В туалет его не выпустили. Это произошло ненавместно. Просился до выбирательной и не смогли ее вывезти своя часть, поэтому он вымышленный был. Судьи этого не видели к залу, они так и не пробрались. Не попали туда и активисты. Но задерживать недовольных полиция не стала. Затривание может происходить тогда, если будут перешкоджаться законным действиям конвоя или законным действиям работников правоохранных органов. Слушание перенесли на 19 января. Правоохранители пообещали усилить охрану суда. А вот адвокаты первым делом потребовать открытого режима, хотя бы для части заседаний. Прокуроры уже заявили, они против. Сегодня же после обеда обвиняемых увезли. Разошлись их бывшие сослуживцы. Елена Зорина, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Таинственный гость. В аэропорту Борисполь сегодня был замечен российский самолет. Кто прилетел в Киев из Москвы и по какой причине для этого гостя открыли небо? Все подробности расскажет Елена Митясова. Небо закрыли, но не для всех. В аэропорту Борисполь сегодня заметили российский авиалайнер. Фото приземлившегося самолета сразу же выложили в соцсет киевляне. Действительно ли был такой рейс, мы выяснили на сервисе авиаполетов. Борт тут 204-300 вылетел из Москвы в 8 утра и спустя час приземлился в Борисполе. Известно также, что авиалайнер принадлежит специальному летному отряду России. Но кто на борту в госавиаслужбе, уверяют, не знают. В Державиаслужбе письмом обратилось Министерство иностранных дел с просьбой обеспечить прилет официальной делегации. Информация, что за делегация, о чем там переговоры, мы как бы не владеем. Кто же эта таинственная персона? В Министерстве иностранных дел имен называть не стали, от комментариев отказались. А вот в зале официальных делегаций Борисполя позже сообщили. В Киев прибыл Борис Грызлов, новоназначенный Путиным переговорщик в Минской группе. Ближе к вечеру стало известно, с Грызловым встречался Кучма. Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь экс-президента. Говорили о предстоящем заседании трехсторонней контактной группы, которая состоится в Минске в среду 13 января. Напомню, официальное авиасообщение Украина и Россия прервали в конце октября прошлого года. Елена Митясова, Александр Данилов, подробности телеканал Интер. Сначала конституционная реформа, а потом возвращение Киеву контроля над украинско-российской границей. Такое заявление Путин сделал сегодня в интервью немецкому изданию Bild. А по поводу Крыма российский президент заявил, что международное право не было нарушено. Но признал, что во время так называемого референдума по присоединению полуострова использовалась военная сила, чтобы удержать военнослужащих Украины от вмешательства. Какой-либо реакции официального Киева на эти заявления пока нет. А пока на оккупированный полуостров с гастролями едет известный французский актер Пьер Ришар. Об этом сообщает крымский Минкульт. Ришар якобы даст моноспектакль Пьер Ричард Третий. Подтверждает ли этот визит французская сторона и станет ли комик персоной Нон Грата в Украине? Подробнее Юлия Кричкова. Пьер Ришар прилетит в Крым из Москвы. Там в начале следующего месяца стартует его гастрольный тур. Актера ждут в Симферополе и Севастополе. У нас в Крыму, по-моему, двери всегда открыты таким знаменитостям. Мы всегда рады всех встретить. Почему бы нет? Конечно, это вообще один из самых моих любимых актеров французских. Да. Депардье, Ришар, Финес. Вообще это супер. В Крым французский гость якобы везет свою новую постановку Пьер Ричард Третий. Это будет спектакль воспоминания Ришара о его работах в кино и забавных случаях на съемочных площадках. СМИ полуострова со ссылкой на организаторов гастролей Ришара в России растиражировали цитату актера о том, что тот давно мечтал побывать на полуострове. И кроме выступлений планируют ряд экскурсий. Не обернется ли для 81-летнего актера поездка в Крым скандалом? МИД Украины не раз предостерегал иностранных граждан от поездок на полуостров, призывая брать специальное разрешение. Иначе можно стать персоной нон-грата в Украине. Сегодня от комментариев во внешнеполитическом ведомстве отказались. А по телефону сообщили, сейчас проверяют, достоверна ли информация о визите Пьера Ришара в Крым. Но афиши уже расклеены. Билеты в продаже. Цена от 1000 до 4000 рублей. В гривнях это от 300 до 1500. Если спрос на французскую постановку, в театре не признаются. А много уже продано? Да. А сколько ориентировочно? Ну процент. Как вообще люди берут, можете сказать? Нет. Это коммерческая тайна. Французский актер периодически гостит в Украине. Только в ноябре был в Киеве. Представлял эксклюзивные вина собственного производства. Пробовал украинский борщ и учил украинские тосты. Знает ли сам комик, что будет гастролировать в Крыму, неизвестно. На официальном сайте актера такого анонса нет. Кстати, после гастроли Пьера Ришара в Крыму анонсируют концерты итальянского тенора Александра Софина. Юлия Кринчкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Симферополь. Армагеддон и коллапс. Сегодня эти слова как мантру произносят в Полтавской и Харьковской областях. Города завалилась снегом и жители возмущены бездействием властей. Как оправдываются коммунальщики и какие прогнозы у метеорологов? Подробнее наши корреспонденты. В считанные часы Полтава стала непроходной и непроездной. В центре ситуация лучше, а вот в отдаленных районах и дворах настоящий Армагеддон. Местные жители возмущены бездействием чиновников. Решить их транспорта, личного транспорта государственного, за которого мы, мы все платим деньги, чтобы они попользовались общественным транспортом и походили по улицам. Некоторые сами берутся за лопаты. Зам. директора Малой Академии Искусств показывает пример. Коммунальщики оправдываются. Таких снегопадов не было несколько лет. Уверяют, чистят в основном по ночам, поэтому их и не видно. Из-за носов спасатели уже вытащили десятки автомобилей. Водители задумываются, стоит ли выезжать в город. Снегом завалило и Харьков. На улицы вывели почти весь парк снегоуборочных машин. Коммунальщики едва успевают чистить и посыпать заледневшие дороги. В травмпунктах за последние дни пациентов вдвое больше, чем обычно. Очень скользко. Возле института, ближе к институту, небольшая дорожка есть, просыпана. Ну, не все пространство, а вот чуть-чуть там песком посыпано. А в основном, ну, нигде, нигде больше. Спасатели готовятся выезжать в область в связи с возможной снежной бурей. Водителей просят, собираясь за город, запастись едой и бензином. На трассе Харьков-Киев в районе Валок будет на одной из самых таких трудных, на самом трудном подъеме, когда всегда у нас там есть проблемы с непокаданием погоды. Там будут установлены наши куни для обогрева автолюбителей. В ближайшие дни снегопады в Полтавской и Харьковской областях только усилятся. В гидромедцентре обещают дождь, мокрый снег, туман и гололедицу. Ольга Теребинская, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. В столицу ночью расчищали 260 единиц спецтехники, так утверждают в Киевгород-администрации. На пяти особо сложных участках дорог работают тягачи для буксировки автомобилей. Но вот прилегающие территории убраны плохо, подытожил мэр Киева. Виталий Кличко сегодня лично инспектировал, как борются со снегом коммунальщики. Поручил эвакуировать автомобили, которые с нарушением припаркованы на обочинах, и штрафовать частные предприятия, которые не чистят территорию возле своих офисов. Сам Кличко пообещал, коммунальщики будут работать круглосуточно. В ближайшие три дня, я напомню, синоптики обещают ухудшение погодных условий. Перестрелка на Дорогобрате. Сегодня в Ужгороде избирают меру пресечения задержанным представителям правого сектора. Их могут либо арестовать, либо отпустить на свободу. Я напомню, накануне пятерых бойцов задержали за драку на закарпатском горнолыжном курорте. В ход пошло и оружие. В результате пострадали четыре человека. Двое сотрудников турбазы и двое бойцов правого сектора. Все подробности расскажет Марина Коваль. Сегодня Ужгородский суд под усиленной охраной. Здесь избирают меру пресечения для задержанных, которые устроили вчера драку на Дорогобрате. Первым доставляют Антона Акаракова. Он боец правого сектора, официально живет в Киеве. Лицо опухшее в синяках, под одеждой марлевые повязки. На Дорогобрат приехал отмечать женитьбу друга. Говорит, у него огнестрельное ранение. Из-за чего начался конфликт, не знает. А вот сотрудники базы рассказывают, компания пришла в ресторан уже на веселе. Заказали поесть, а расплачиваться, видимо, не собирались. Слово за слово затеяли драку. Понравилось лицо охранника. Началось, начали объем бить его. Потом пытались вступиться, как-то потягивать. Направил пистолет один из них. Пистолетами заставляли пить. Второй у него в ширину. Потому что были с пистолетами, все с ножами. А это самое, понимаете, мое. Без ничего, захватали палки. В правом секторе признают, это их бойцы были на Дорогобрате. А то, что произошло, называют провокацией. Говорят, что мы там использовали оружие. На самом деле, наоборот, наших всех избили. И как раз-таки владелец заведения угрожал оружием нашим бойцам. Из-за чего, собственно, конфликт и перешел в активную фазу. К этому владельцу или совладельцу кафе пришло 30 местных жителей, то ли каких-то его работников, то ли еще, которые, кстати, избивали и вязали фронтовиков из добровольческого украинского корпуса. Ни один из них до сих пор не задержан. И милиция об этом местная молчит. На случившееся на Дорогобрате Геннадий Маскаль отреагировал жестко. На страничке в соцсетях раскритиковал бойцов правого сектора, которые приехали в разгар туристического сезона на курорт с оружием. Это уже второй конфликт, в котором фигурирует правый сектор. И это наносит серьезный удар по репутации Закарпатья. Сегодня правоохранители задержали внедорожник с вооруженными бойцами правого сектора. Найдены нарезное оружие патроны. Патроны вызывают достаточно много вопросов, поскольку их приобрести просто официально у нас невозможно, сообщили в полиции. Расследования и же драки ведут по факту хулиганства и незаконного применения оружия. Полицейские встановлюют, кто, как выник конфликт, кто есть зачинатором конфликта и провокатором. Полицейские выучают все версии этого инцидента. Пока меру пресечения задержанным не избрали. Во время заседания троим бойцам стало плохо. Вызвали скорую помощь, медики увезли их в больницу. В это время заседание суда продолжается. За боевыми действиями в Широкине теперь можно будет наблюдать в режиме онлайн. Сегодня камеру начали устанавливать сотрудники ОБСЕ. Благодаря этой видеозаписи представители миссии смогут фиксировать, кто нарушает минские соглашения. Когда стартует трансляция, расскажет Станислав Кухарчук. 9 утра. На улице проливной дождь, который на дороге сразу превращается в лед. Но несмотря на погодные условия, мониторинговая миссия полна решимости установить камеру наблюдения. С колонной ОБСЕ мы попадаем на позиции наших военных. Бывший санаторий «Маяк». Он на окраине Широкина. И военные журналисты в легком недоумении. Почему камеру решили устанавливать именно здесь, на позициях наших морпехов? Украинский представитель совместного центра по координации контроля за режимом прекращения огня, генерал Таран тут же пытается разрядить обстановку. Мол, точку для видеонаблюдения утвердили еще в апреле прошлого года. Несмотря на дождь и ветер, техники разворачивают установку и приступают к монтажу. Камера будет укреплена на 18-метровой мачте. И вести онлайн-трансляцию всего, что происходит в районе Широкина. Сигнал будет подаваться в Мариуполь, а потом в киевскую штаб-квартиру ОБСЕ. Там наблюдатели смогут точно определять, кто нарушает перемирие. Радиус это 2400 метров и 360 градусов. В комментариях представители ОБСЕ немногословны. Известно только то, что на территории подконтрольной боевикам такой регистратор пока не предусмотрен. Это и смущает наших военных. С такой камерой позиции украинских морпехов как на ладони. Она будет снимать почти все наши позиции. И как бы мы не уверены в этом, что информация будет только замыкаться в данной организации. Кроме того, камера будет и сдерживающим фактором для наших военных. В случае обстрела боевиков мало кто из командиров решится на ответный огонь. Но генерал Таран успокаивает. Если противник не остепенится, получит достойный отпор. Тогда мы вынуждены отвечать. Вот до применения артиллерии, реактивных систем залпового огня. Все, что у нас имеют. Из-за того, чтобы прекратить нарушения с той стороны. Я предупреждаю об этом ОБСЕ. Я предупреждаю об этом российскую сторону. Монтаж камеры представителей ОБСЕ должны завершить уже завтра. А вот когда она начнет трансляцию, пока неизвестно. И все из-за ухудшившихся погодных условий. Станислав Кукачук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Петр Порошенко сегодня в Тернопольской области. Несмотря на плохую погоду, президент успел многое. Открыть школу и побывать в воинской части. И вручить ключи от квартир семьям погибших в зоне АТО военных. Подробнее наши корреспонденты. Школу в селе Соколов по праву можно назвать настоящим долгостроем. Спроектировали еще в 90-е. Потом строительство заморозили. И вот только теперь завершили работы. Батьки очень рады, что они вообще ждали на ту школу. Мы даже ждали. У меня молодая сестра была. Она думала, что она пойдет в школу. На открытие собралось чуть ли не все село. Планировалось, что президент прибудет утром. Но погода внесла свои коррективы. Самолет главы государства приземлился в соседней Ивано-Франковской области. В результате Порошенко приехал позже на два часа. Селяне встретили его дидухом и калятками. Президент заметил, построить современную школу удалось благодаря объединению сел. После экскурсии по школе президент отправляется на встречу с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады, 10 бойцов которой получили госнаграды о семье погибших ключи от нового жилья. У Каролины год назад погиб в зоне АТО брат. Его семья получила двухкомнатную квартиру. Я уже хотя бы спокойна на том, что мои братья будут мать, где жить. Отвечая на вопрос журналиста, когда будет объявлена очередная мобилизация, президент ответил, что сроки ее проведения определит Генштаб. Если для этого будет необходимо, и всем выйдет за инициативу керевцев наших военнослужащих сил, я его поддерживаю, и ответственный проект будет внесен в Минске. А говоря о минских соглашениях, президент заявил, будет добиваться, чтобы выполнение каждого пункта было привязано к конкретной дате. Прощаясь же с бойцами, пообещал, уже в январе зарплату контрактникам и офицерам повысят в два с половиной раза. Ольга Клюева, Жанна Дучак, Максим Кирилев, телеканал Интер, Тернопольская область. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Пластик-фантастик. Чем айди-карта лучше бумажного паспорта? Инфанта на нарах. Загремит ли сестра испанского короля за решетку? В ожидании пластика с сегодняшнего дня внутренние паспорта в Украине можно заказывать в виде айди-карты. Какие преимущества у нового документа? Сколько он будет стоить? И почему пока доступен не всем? Узнаем у Ирины Романовой. Чтобы получить пластик вместо бумажного паспорта, теперь не стоит бегать по фотосалонам. Снимок делают прямо в кабинете, где принимают документы. Ненужное заявление на специальном бланке. Достаточно показать свидетельство о рождении. Все данные сразу же заносят в компьютер и добавляют оцифрованную подпись. Здесь, я думаю, 10-15 минут на сумму. Поки еще только 16-летний. Рассчитываясь на пластик, пока могут только те, кто получает паспорта впервые. Сегодня отримать 16-летний безкоштовно. Громадянин не 16-летний, это не первый его паспорт. Або он его загубил, або выкрали. Он отримает документ второго возраста. Услышав, что вместо традиционной книжечки выдадут Эдди карточку, 16-летняя Анастасия обрадовалась. Он больше защищен от подробностей. А также АйДи карточка дает возможность дистанционной авторизации, скорость административных послуг. И АйДи карточками уже используются большинство стран Европы. И я считаю, что это маленький крок в Европу. А вот для Гриши и его мамы перспектива получить пластик стала неожиданностью. Документы на бумажный паспорт подали еще в прошлом году, но опоздали. Нам предложили, мы немедленно согласились, пошли, забрали документы. На АйДи, да? Да, и начали подаваться на АйДи. Мне он все же потребен будет, потому что, думаю, в будущем он все же придется все мы его делать. На бесплатные пластиковые паспорта для 16-летних в бюджете этого года заложили 200 миллионов гривен, говорят в миграционной службе. Все остальные, и те, кто потерял паспорт, и те, кто просто хочет сменить старую книжечку на новый пластик, будут платить сами. Свои первые паспорта-карточки дети, которые подали документы сегодня, получат через месяц. А вот когда смогут подать документы на новые пластиковые паспорта взрослые, пока неизвестно. Только после того, как парламент примет соответствующий закон. Мы ожидаем, что будет принят законопроект 32-24 Верховной Рады. Можно, например, в сечне, на початку лютого. И уже в лютого мы начнем оформление всем гражданам. Мы имеем на сегодня лишь две цены. Это бланк без чипа, это 100 гривен без ПДВ. И 160 гривен без ПДВ. Это документ с чипом. Чип объяснений в миграционной службе содержит оцифрованное фото и подпись, а также информацию о месте регистрации человека и его семейном положении. Все остальные данные будут на самой карточке. Если особой нужды в чипе нет, от него можно отказаться. А спустя 10 лет, когда паспорт придется менять, заказать уже документ с чипом. Ирина Романова, Геннадий Никенко, подробности, телеканал Интер. Шахтеры сегодня снова вышли на акцию протеста. В Червонограде, Львовской области, около 100 человек перекрыли дорогу, из-за чего в обоих направлениях образовался огромный затор. Требования горняков прежние – погасить задолженность по зарплате. По их словам, представители руководства «Львовуголь» обещали выплатить деньги до 5 января, но так этого и не сделали. Теперь, якобы, сроки перенесли. И погасить эту задолженность обещают после 20-го числа. И там же, во Львовской области, на воздух взлетел магистральный газопровод. Без газа остались 14 сел. Что это – теракт или очередная техническая проблема? Узнавала Кристина Гошенко. Магистральный газопровод снабжает газом села в Городецком и Самбарском районах. Авария произошла возле села Круковец. Взрыв был такой силы, что землю вокруг разбросало на 100 метров. Грохот слышали за несколько километров. Пламя не шло, а земля летела на метров 400-500 вверх. А что было дальше? Годило три годины, газ вшел. Без газа остались 3000 человек. Вера Никуляк живет с мужем. Дом обогревают газом. Сейчас спасает электрообогреватель. И плюсовая температура на улице. На месте взрыва работают аварийные бригады. К газопроводу никого не подпускают. Говорят, опасно. В комментариях немногословны. То, что произошло, объясняют разгерметизацией трубы. Взрывом сразу же заинтересовались в СБУ. Несколько часов следственная группа выясняла, не теракт ли это. Сами СБУшники ничего не говорят. А вот областные чиновники успокаивают. Следов террористического акта нет. Труба разорвалась по техническим причинам. Идет перепад температур, оседание грунтовых вод. Это чисто технологичная трещина, которая абсолютно до теракта. В каких-то речей нет, как выношено. По этой магистрали газ получают не только украинские села. Он идет и в страны Европы. Несмотря на аварию, перебоев с поставками для европейцев не было. Автоматически топливо перенаправили по резервной трубе. Ближе к вечеру газ стали получать и жители Львовской области. По другим дополнительным трубопроводам. Ирина Исаченко, Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовская область. По соседству с террористами. Турецкий городок Каркамыш находится на границе с Сирией. Сейчас это очень условная Сирия. Приграничные города захватили террориста исламского государства. Подняли свои флаги и заминировали территорию. Эксклюзив подробности. Репортаж нашего военного корреспондента Вениамина Турбачева. Мы едем на турецко-сирийскую границу. С каждым километром автомобилей на дороге все меньше. За окном появляются горы. Водитель Ахмед говорит, там уже находятся боевики исламского государства. Сейчас граница закрыта, поэтому людей совсем мало. Да и страшновато здесь. Исламисты совсем рядом. На дороге блокпостов нет. Но вокруг много турецких воинских частей. Люди в форме и с оружием здесь везде. Приезжаем в турецкий город Каркамыш. Раньше здесь был пограничный пункт пропуска. Турецкий город Каркамыш и сирийский Джарапуф находятся совсем рядом. Их разделяет буквально несколько сотен метров. Но попасть туда сейчас практически невозможно. Его захватили боевики исламского государства. И по свидетельствам очевидцев установили там свои порядки. Всех несогласных казнили. А кому повезло, удалось бежать. На границе боевики расставили мины, чтобы сирийцы перестали бежать в Турцию. Но люди рискуют. Эти два парня ехали на мотоцикле, но подорвались. Через несколько минут боевики забрали тела. Это и есть турецкая-сирийская граница. Вот забор, колючая проволока, наблюдательные вышки. Дальше уже территории, занятые боевиками исламского государства. И идти не очень же безопасно. Местные говорят, что там находятся минные поля. Вокруг предупреждающие знаки. В ясную погоду видны даже черные флаги террористов. Там сидят наблюдатели боевиков. Турция пытается отгородиться от такого соседа и строить стену. На рельсах много земли, и мы сейчас их чистим, чтобы вагоны со стройматериалами могли подъехать. Рабочие просят нас уехать. Говорят, боевики, заметив камеру, могут стрелять. Мы уезжаем и совсем рядом встречаем обычных фермеров, которые теперь живут по соседству с террористами. Мы выращиваем оливки и фисташки. Конечно, переживаем, что рядом террористы, но они нас пока не трогают. Глава семейства Эгип сначала угощает нас чаем, а потом рассказывает, что ежедневно слышит, как на территории Сирии стреляют. Часто в небе появляются и самолеты, которые сбрасывают бомбы на боевиков ИГИЛ. Часто слышу, как летит самолет, стоит гул, а потом такой характерный звук – бабах. Уже привык. Куда деваться? Я здесь вырос. Это мой дом. Эгип предлагает подняться на крышу дома. Оказывается, мужчина разводит голубей и предлагает их покормить. Символ мира – понятие международное. Хочу, чтобы не стреляли. И везде мир был. Вениамин Трубачев и Владлен. Ноль подробностей. Телеканал Интер. Турецко-сирийская граница. В Турции арестовали сторонницу ИГИЛ с российским гражданством. Что известно о задержанной и попросит ли Москва ее экстрадиции? Все подробности расскажет Данил Русаков, наш российский корреспондент. МИД России хранит молчание. Турецкие СМИ трубят вовсю. Сторонница ИГИЛ с российским гражданством задержана и заключена под стражу в результате спецоперации в Стамбуле и южной провинции Адана. Подробности ареста не сообщается. Известно только, что поимка стала результатом масштабной спецоперации правоохранительных органов. Помимо женщины, ни имени, ни фамилии, которые до сих пор не называют, в терроризме подозревают еще 15 граждан Египта. Их задержали вместе с россиянкой. Всего, как пишет одна из турецких газет, удалось обезвредить 32 боевика. Еще несколько месяцев назад турецкие правоохранители не позволили пробраться в Сирию московской студентке Варваре Караулова. Ее вернули обратно в Россию. За девушкой установили наблюдение местной спецслужбы. Позже, по решению Лефортовского суда Москва, она была доставлена в следственный изолятор. Будет ли московская администрация добиваться экстрадиции задержанной в Турции, неясно. Однако, по словам юристов, Анкара в нынешних политических условиях вряд ли пойдет на этот шаг. Данил Русаков и Сергей Ведмить. Московское бюро. Телеканала Интер. Новые нападения в Кёльне. В этот раз уже на иностранцев. Кто избил граждан Сирии, Пакистана и Гвинеи? И сколько пострадавших в новогоднюю ночь? Женщин, по последним данным, обратились в полицию Кёльна. Самая последняя информация от Татьяны Лагуновой. Еще несколько дней назад их было около сотни. Сейчас в пять раз больше. Полиция Кёльна обнародовала свежие данные. Заявления в полицию подали уже 516 пострадавших в новогоднюю ночь. Практически все женщины. Подозреваемых в грабежах и домогательствах, впрочем, всего несколько десятков. Практически все мигранты. Подобные ЧП и правонарушения не совсем новый феномен для Германии. Это тоже не нужно замалчивать. Но в таких масштабах, с такой организацией мы сталкиваемся впервые. Это абсолютно неприемлемо и нельзя допускать. Нынешней ночью в Кёльне тоже было неспокойно. Только в этот раз нападали уже на иностранцев. По данным СМИ, группа местных рокеров и хулиганов через соцсети договорилась организовать охоту на людей. В районе центрального вокзала они избили граждан Пакистана, Сирии и Гвинеи. Трое пострадавших в больнице. Недалеко от места, где произошли эти нападения, полиция остановила и проверила группу из 15 человек. Все они граждане Германии. Сейчас мы расследуем, имеют ли эти люди отношение к атакам. А еще немецкие политики предлагают ограничить беженцев в выборе места жительства. Иными словами, в каком городе или поселке им жить, будут решать власти Германии. Таким образом, политики хотят избежать создания так называемых гетто и ускорить интеграцию мигрантов. Уже на текущей неделе большая коалиция планирует закрепить эту норму законодательно. События в Кельне подкорректировали рабочий график Ангелы Меркель. Сегодня стало известно, канцлер не поедет на экономический форум в Давос. И хотя в офисе Меркель утверждают визит и не планировался, эксперты сомневаются, что это так. Мол, сейчас для Меркель куда важнее разобраться с миграционной политикой. Ведь согласно соцопросам, большинство немцев считают, что прием беженцев нужно ограничить. Татьяна Луганова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Во Франции 15-летний подросток вооруженной мачете набросился на преподавателя еврейской школы. Предполагается, что нападение это носило антисемитский характер. И это сейчас, когда французские власти изо всех сил пытаются убедить местных евреев не эмигрировать. Стало ли теснее иудейское общение в сегодняшней Франции? Узнаем у Софии Гордиенко. Она в Париже. Нападение случилось среди бела дня перед мэрией одного из округов Марселя на глазах многочисленных свидетелей. Преступник курдского происхождения, подросток неполных 16 лет. Во время допроса он повторял угрозы в адрес евреев и заявлял, действует во имя Аллаха и исламского государства. Жертва 35-летний преподаватель еврейской школы. Носил кипу, а это в последнее время во Франции. Все опасней. Псалмы Давыдова о Золотом Иерусалиме для многих французских евреев сегодня звучат как никогда призывно. Этому народу во Франции никогда не жилось легко, но лучше, чем в других странах. Впрочем, похоже, и эти времена проходят. После нападения на редакцию Шарли Эбдо и супермаркет Гиперкашер об исходе заговорили все. Этих людей немного, но они есть. И упущение властей, что эти люди так плохо интегрированы в общество, позволяют себе подобные вещи. Не помогает преодолеть страх даже тот факт, что власти, как могут, убеждают евреев остаться. Франция без евреев – это не Франция. Чтобы понять, как этим людям сегодня живется во Франции, Звика Клайн, бывший сотрудник пресс-службы армии Израиля, надел ермолку и прошелся по улицам Парижа. Мужчины оскорбляли, женщины в хиджабах плевали вслед. Видео посмотрели миллионы пользователей интернета. Впрочем, французские журналисты решили повторить эксперимент. Три дня журналист «Франц-2» носил кипу, однако ничем, кроме нескольких селфи с арабскими парнями, это для него не закончилось. Можно я фото на Фейсбук выставлю? Спасибо большое. Журналист выяснил, видео с актами антисемитского характера появилось на сайте, который финансируется американским миллиардером, другом Натаньяху, который давно призывает евреев из Европы ехать в Израиль. Он встретился в Иерусалиме с героем скандала, который уверяет, к пропаганде отношения не имеет. Если у вас был позитивный опыт, я только рад за вас, но я ничего не придумал. Массовое возвращение евреев наблюдается, и отчасти из-за моего видео. Акты антисемитизма продолжаются, что заставляет французских евреев покидать Францию. Только за один месяц после теракта в Шарле-Эбдо и Кошарном супермаркете документы на выезд подали 3000 евреев. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер. В рождественские дни сразу украинские студенты привезли несколько вертепов для наших бойцов. С одним из них в районе Донецкого аэропорта проехался и наш корреспондент Геннадий Вивденко. Я ангел. Мне страшно. Люди тут много страшнейше, чем мне. Я в теплых, в безопасности, с друзьями. А они тут. Автобус с львовскими студентами уже который день в пути. Как сказала одна паня воинкова, после нашего выступления мы культурными воинами. Несемо тим бойцам, которые защищают нашу страну, какую-то надежду, что их дома ждут, и что все с Божьей памятью скоро закончится. Остановка в поселке Первомайское перед Песками. Еще летом тут все обстреливалось артиллерии боевиков. Чтобы восстановить, можно так сказать, эти традиции наши украинские, подавать этот барьер между нами и объединить наш украинский народ, потому что мы есть одна цель. Зал не обогревался уже два года, но такое действие местные жители впервые видят воочию. Добрый вечер Тоби, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, Сын Божий, народився. Нормально. Можно смотреть, сказать, да? Совать. Ребята молодцы, ездят, не забывают. Сценарий, которому уже полтысячелетия переделан на злобу дня. Присутствует украинский воин, слово «аэропорт», термин «растяжка», царь Ирод в смирительной рубашке. То и дело покрикивает «Крым и Донбасс наш». Сейчас на линии фронта работает сразу несколько вот таких вот вертепных групп. Ребята, студенты Западной Украины приезжают на линию фронта для того, чтобы хоть немного устроить праздник для воинов на передовой. Очередной вертеп уже просто на передовой в поселке Пески. Бойцы пришли, кто пешком, кто приехал на бронемашине. Многие признаются, вертеп для них впервые. И это большое подспорье из тыла. У нас в Западной Украине намного лучше проходят такие праздники. Моральная поддержка. Ну, важно, конечно. Почаще бы такие мероприятия происходили у нас. Студенты отправятся теперь на южный фланг украинской обороны. Бойцы радуются, что враг не помешал рождественскому действию. Тихо. Пока тихо. Так, до вечера. До вечера дискотека. По заявкам. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. О мире на Донбассе сегодня говорил Папа Римский. Во время традиционной встречи с дипломатами, понтифик отметил, что особую роль в урегулировании конфликта должны сыграть не только отдельные страны, но и все мировое сообщество. Этот год милосердия должен стать благоприятным временем для того, чтобы окончательно урегулировать конфликт на востоке Украины. Особенно важна поддержка в этом международного сообщества, отдельных стран и гуманитарных организаций. Инфанта Кристина на скамье подсудимых. За что судят испанскую принцессу? Об этом и не только в нашем обзоре. Принцесса на скамье подсудимых в Пальме-де-Майорке судят дочь предыдущего короля Испании Хуана Карлоса I, инфанту Кристину и ее супруга Ньяки Урдангарина. Их обвиняют в финансовых махинациях на почти 6 миллионов евро. Дело тянется уже несколько лет. Рассмотрение по существу начнется в феврале. Принцессе грозит до 8 лет заключения. Селфи за 50 тысяч евро Жан-Марий Лепен требует компенсации известного танцора Абрахима Зайбата за компрометирующее фото, сделанное в самолете. На снимке политик погружен в глубокий сон, рядом улыбающийся пассажир. Танцор, бывший возлюбленной Мадонны, сделал селфи якобы несколько лет назад. Но после публикации в декабре оно стало популярным в интернете. Лепен требует официальных извинений и возмещения ущерба, нанесенного его репутацией. Варшавский пенсионер стал звездой интернета. Ники Пан Юзек, бывший музыкант, бесплатно помогает старым людям и одиноким матерям сантехникой и мелким ремонтом по дому. Его объявление кто-то разместил в Фейсбуке. Сообщение собирает тысячи позитивных комментариев. В Антарио из-за сильных морозов треснул новый мост на реке Ниппиган, соединяющий западную и восточную части Канады. Автомобилисты вынуждены объезжать переправу через территорию США. А в Риге водят специальные бесплатные снежные билеты на общественный транспорт. Так водителей стимулируют отказаться на время от своих авто, чтобы разгрузить дороги для снегоуборочной техники. Четыре лапы – лучшие места на стадионе. Черно-белый кот выбежал на футбольное поле во время матча между командами Даганом Энредбидж и Эвертон в Англии. Хвостатый зритель уселся на газон, но сбежал, когда его попытался убрать голкипер Эвертона. Зрители приветствовали нарушителя бурными аплодисментами. Кстати, этот клуб победил со счетом 2-0. Крутое пике, резкий подъем и почти невесомое парение. На юге Израиля скворцы демонстрируют высший пилотаж. Из-за множества птиц стая походят на танцующие облака. Ежегодно в этом регионе зимуют сотни тысяч пернатых. Показательные полеты скворцы обычно устраивают ближе к ночи. В Лос-Анджелесе состоялась 73-я ежегодная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Кто получил заветный шар о гаданиях на «Оскар» расскажет наш корреспондент в США Тихон Дзитко. Главные актеры Голливуда, сверкающий зал гостиницы «Беверли Хилтон» и роскошные наряды. Кинопремию «Золотой глобус» не случайно называют репетицией «Оскара». Нигде больше не увидишь такое количество голливудских звезд. Кроме того, до вручения статуэток Американской киноакадемии осталось меньше двух месяцев. И по традиции у обладателей «Золотого глобуса» хорошие шансы получить «Оскар». В этот раз абсолютным триумфатором стала лента «Выживший» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньориту. Сложно передать, что мы пережили в эти долгие и рискованные месяцы съемок, прежде чем фильм вышел в свет. Но все в этом зале знают, что боль временна, а фильм вечен. Выживший триллер о выживании и мести в Северной Америке начала 19 века получил «Глобус» не только в номинации «Лучший режиссер», но и «Лучший фильм года», а сыгравший главную роль Леонардо Ди Каприо, был признан Ассоциацией иностранных журналистов, которая и присуждает «Глобусы» лучшим актерам. Я хочу разделить свою награду со всеми индейцами, представленными в этом фильме, и со всеми этническими группами во всем мире. Пришло время признать вашу историю и защитить ваши земли от корпоративных интересов. Этот «Глобус» для Ди Каприо уже третий, но вот главной статуэтки для голливудских звезд «Оскара», несмотря на блестящие роли, у актера по-прежнему нет, хотя он, кажется, жаждет этого. И теперь кинокритики гадают, с одной стороны, «Золотой глобус» повышает шансы на награду Американской киноакадемии, с другой, не останется ли Ди Каприо ни с чем и в этот раз. Ответ станет известен 28 февраля на вручении «Оскаров». Ну а пока о некоторых других обладателях «Золотого глобуса». Лучшими актрисой и актером второго плана стали Кейт Уинслет и Сильвестер Сталлоне. А статуэтку за лучшую женскую роль в нынешнем году получила Бри Ларсон за фильм «Комната». Тихон Дзитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Конец целой эпохи. От нас ушел рок-музыкант Дэвид Боуи. Полтора года он сражался с раком, но болезнь победила. Скончался Дэвид дома в Нью-Йорке в кругу семьи. Три дня назад ему исполнилось 69 лет. О самых ярких моментах жизни эпатажного британца расскажет Оксана Кундеренко. Это не только последняя песня Тура. Это последняя песня, которую я когда-либо исполню. Когда в 1973-м он сказал эти слова, фанаты решили, Дэвид Боуи заканчивает карьеру. Но последний раз на сцене стоял Зиги Стардаст. Эпатажный андрогин, выдуманный персонаж, альтер-эго знаменитого артиста. С этого началась бесконечная смена имиджа. Каким только не запомнился Дэвид Боуи. Изможденным белым герцогом, электронным Натаном Адлером. Одни прически макияж чего стоили. Мне очень комфортно было выходить на сцену в образе другого человека. И весьма рационально было продолжать это делать. Я просто заразился идеей создавать персонаж за персонажем. На самом деле Дэвид Роберт Джонс родился в Лондоне, в районе Брикстон. Сценический псевдоним Боуи от названия «Большого ковбойского ножа». В Америке тоже жил, затем некоторое время творил в Германии. Тего к берлинскому дому сегодня несут цветы. На Аллее Славы в Голливуде горят свечи. А здесь в Лондоне не иссякает поток фанатов. Букеты, записки с теплыми словами несут к портрету Дэвида Боуи. Его вспоминают сразу несколько поколений меломанов. Все выросли на его музыке. Он сотрудничал с такими иконами сцены, как Элвис Пресли, Мик Джаггер, Джон Леннон, Игги Поп, Квинн. Назван одним из лучших рок-музыкантов современности. Человеком, повлиявшим на творчество множество звезд. Обладателем огромного количества престижнейших наград. Хотя коммерческий успех мало интересовал артиста. В плане творчества и развития мои первые места в хит-парадах были самыми худшими. Последний альбом «Черная звезда» поступил в продажу в день его рождения. 8 января 2016-го. Даже в болезни Боуи оставался верным себе, оригинальным и неповторимым. Человеком, который, по его же словам, разрушает мораль в обществе, где не осталось морали. Остальное, все, что хотел, выразил в музыке. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». На сегодня это почти все. Я лишь напомню, что с 8 января 2016-го года спутниковый прием телеканалов «Интер», «НТН», «К1», «К2», «Мега», «Энтерфильм», «Зум» и «Пиксель» производится со спутника «Астра-4А». Это бывший «Сириус-2-3». Соответственно, вам нужно перенастроить свои спутниковые приемники на новые параметры. Все детали вы найдете на сайте «Интер.юэй». Теперь уже точно все. Хороших вам новостей. До встречи завтра.